Всем доброго времени суток, дамы и господа! Вы смотрите турнирные матчи по моду Эдайен на патче 3.8.2. Сегодня между собой будут играть, нажмись, Ёжик и Звук. Так, не понимаю, рандомы или нет, но Звук-то точно, скорее всего, и Ёжик был на рандоме. Ему, значит, выпал Арнор, а его противнику выпал Мордор. Мы видим, что стартует Ёжик сразу же с Картаэна. Пока что не выбирает никакие союзы. Зимние броды Изина не так уж густо тут в плане крипов. Но тут есть две таверны, что на руку Арнору. Как мы видим, Ёжик сейчас пойдет, заберет тролля и захватит таверну, разумеется. Из которой попрут орды Хоббитов, которые очень даже неплохо себя чувствуют против Мордорского мяса до той поры, пока на поле боя не появится Некромант или Назгул. Звук у нас просто уходит в экономику. А вот оно что, он решил заблочить мид. Видимо, он думает, будто его противник будет пытаться рашить. Скорее всего, они играют на рандомах. Не будет Арнор рашить своими мечниками, они очень медленно передвигаются, и это чревато сливом этих самых мечников. Пошел спам Хоббитов. Так, кстати, он не выбрал скилл. Звук у нас играет в глазик. Блочит опять же проход. Ему нужна еще одна казарма. Кстати. Ну, в принципе, мне нравится. Я тоже так люблю играть за Мордор. Ранее экономика, как видите, эти четыре здания ему очень сильно помогут. Да и здесь подспорье такое неплохое. Но беда в том, что звук совершенно не пытается идти через мид. Ну, в принципе, если будет достаточно денег... Ух ты, беда! Сейчас будет слив рабочего. Срочно нужно стенку строить. Ставится палатка, видимо, для разведки. Рабочий пытается удрать. Но ему не убежать от Картена. Ему просто надо поставить стену. Сейчас Ёж будет пытаться слить этого рабочего, который сейчас достроит. Орки пугают Картена. Ну, они не смогут его убить, разумеется, никак. Я думаю, звук... Да, звук контроля-то должен понимать, что если не спасет сейчас рабочего, то он его потеряет. И Ёж уходит ни с чем. Тем не менее, он знает, что здесь застройка. У него есть небольшой обзор. Ну, такой маленький-маленький обзор. Тем не менее, это... Как бы такой подсер, скажем так, для Мордора. Хотя, конечно, оно не режет ресурсы создания, тем не менее. Ему придется снести эту палатку, если он не хочет, чтобы его видели. Звук пытается слить варгов своими орками. Ну, в принципе, это возможно под глазом. Но им будет трудновато. Надо подкреп подвести. Хитрый Ёж Казарму прям впритык строит. У него уже есть хоббиты. Правда, он почему-то камнями кидает. Ведь хоббиты лучше сражаются в ближнем бою. Уже 4 отряда построилось. Нанимаются копейщики. Видно, ожидает постройку некроманта. В это время у звука 0 денег. Я не заметил, к сожалению, сколько у него было до этого. Тратил он какие-то большие суммы или нет. Ну, скоро узнаем. Деньги на что-то уходят. Вот он... Экономику строит, что ли, я не пойму. Нет. А, вот оно что. Он играет в Готмага. В принципе, Готмаг без проблем может слить Картаэна. Лишь бы ему не мешали копейщики. Нифига себе. Вот этого я не знал. Зацените. Картаэн медленно, но тем не менее, может слить эту казарму. Это очень даже неплохое такое подспорье в начале против Мордора. Можно подосрать жестко. Ведь у Картаэна радиус примерно как у крепости. То есть, если казарма будет даже под крепостью стоять, Картаэн сможет стрелять по ней таким образом, чтобы не получать урон от крепости. Надо будет воспользоваться. Звук не контролит почему-то своего Готмага, который еще и под агрессивкой стоит. Если сейчас еж скинется всеми хоббитами на него, то он быстро подохнет. Камни хоббитов много дамажит. Звук убирает своего героя. Но это, конечно, печально. Он мог бы убить Картаэна. Или же, как минимум, напугать его достаточно сильно, чтобы Картаэн ушел. А без Картаэна, вот этот вот... Я не хочу называть это рашем. Вот это нападение отбить проще простого. Минус одна казарма орков. Слишком просто много урона получил сейчас Готмаг. И он рискует быть убитым. Картаэн ведет его на копейщиков. Звук не контролит, но вовремя забирает его. Теперь нужно скакать за горизонт, потому что Картаэн его добьет. Не вижу, где он тут. Но он явно... А нет, уже не стреляет. Окей, ушел, ушел. Не смог звук закрепить этих варков. Они ему сейчас будут мешать потихонечку грызть казарму. Орки иссякают без Готмага. Его ауры, они не могут так хорошо сражаться. А здесь уже и мечники подстраиваются. И по сути звук потерял свою застройку в центре. У него мало денег. Я, извиняюсь, я снова провтыкал. Были ли какие-то большие траты на Назгула. Нужен Назгул. Очень сильно. Но в любом случае, потеря этой застройки, это огромный удар по экономике. Ведь он мог бы в это время большую армию сколотить, если бы не потерял эти здания. А так, какие-то мелкие отряды орков, которые тут же зачищаются. Ёж играет в баф на урон. Значит, мы увидим призыв хоббитов-лучников. И довольно-таки скоро. Три очка, по сути, остается. Назгул и Готмаг приезжают. Но здесь довольно-таки много копейщиков. И Готмаг снова рискует погибнуть. Тем не менее, Назгулом можно попытаться убить Картаэна. Картаэна. Но ему нужно прикрытие. Вот сейчас надо было бы давить хоббитов потихоньку. Небольшая ошибочка. Так, строятся катапульты. Это, кстати, неплохое решение. Может помочь ему в данной ситуации. Третья казарма пошла. Видимо, решил попытаться зачистить вот это вот, что ли. Но Готмага надо оставить где-нибудь в сторонке. По-любому. Ему надо восстановить хп. Он сейчас не боеспособен. Ну, ну, черт. Блин, печалит меня звук. Я понимаю, что он боится потерять Готмага. Но оставил бы его и одним Назгулом бы давил. Хоть понемножку, хоть пару воинов задавить. И то уже было бы неплохо. Можно было бы чекнуть здесь. Ну, это, конечно, уже на грани фантастики. Я бы сам, наверное, и не чекнул. Потому что у меня бы очко сжималось от страха при виде всей этой заварухи. Но, тем не менее, если бы он чекнул, то эту статую легко можно слить Назгулом. У нее брони практически нет. Ух ты. Фокусить надо, кстати, хоббитов катапультой. Это самый эффективный вариант обстрела будет. Кажись, они под бафом или он заюзал? А, он этот заюзал, ладно. Не показалось, будто они под бафом Арафанта. Но его, кажется, нет здесь. Потихонечку, потихонечку. Беда в том, что звуку не хватает банально армии, которая могла бы удерживать всю эту толпу достаточно долго, дабы катапульта могла ее накоцывать. Два Назгула на поле боя. Готмак восстановил хп, но у ежа уже есть призыв хоббитов. И он сейчас ими воспользуется. Есть возможность слить карта Эна. Три плюхи от героев должны его... Ну, окей, остается чутка хп. Я думаю, у него сейчас крепость должна добить. Нет, она далеко слишком. Ну... Где? Жив! Да, должны, должны добить его по-любому. Этими героями еще и можно очень сильно хоббитов покоцать. Но что-то у звука пошло не так. Он сейчас начнет хп восстанавливать. Эй! Нет, беда, беда, ну ок Один Назгул слишком покоцан, но один еще может немножко посражаться Надо давить хоббитов Избавляться от копейщиков Тоже не помешало бы, полторы тысячи Я думаю, что звук копит на Арафанта Но в данной ситуации, если это так, разумеется, то это было бы ошибкой Потому что Назгулы вырубают лидерки И Арафант, по сути, будет бесполезен в данной ситуации Назгулы потихонечку восстанавливают хп Орки с копейщиками пытаются разобраться, но у них ничего не выйдет Тут нужны лучники, но, к сожалению, у звука не позволяет экономикам сражаться Беда в том, что он никак не может избавиться от этой застройки Чтобы избавиться, ему нужны осадные, либо орки с надзирателями Но он пока что не может у себя на базе даже это отбить И вот в этом вот и вся проблема Я думаю, здесь бы не помешал сейчас Некромант Чтобы ауешить хоббитов Они хоть и слабые, у них вроде и мало хп Но, тем не менее, когда их много, они очень много зла Могут принести своему противнику Ооо, минус Назгул! Вот это... Эх ты, мог спасти, кстати, но, тем не менее Фейл! Сейчас второй погибнет Звук не контролит Конец игры Минус три героя Это единственное, что могло спасти звука в данном матче Частыми набегами продавливать войска ежа Но звук не доконтролил Это конец матча, ребят К сожалению Такое впечатление, будто еж вторую хочет таверну захватить Да, одними орками далеко, к сожалению, не уедешь Можно было бы накопить лучников Здесь, в принципе, сейчас достаточно денег Но эти деньги уже потрачены на Назгула И это ничего, по сути, не даст Минус одна казарма Ежик очень сильно сейчас просядет по войскам Но у него много денег И у него новые Армия тут собирается Нифига тут этих казарм В принципе, так подумать Сейчас будет призыв орков Если звук ими правильно распорядится То он может слетить издание Хотя, окей, их уже три Трудно будет, потому что Ежик может отбить Кстати, а Картен погиб или нет? Я что-то не видел Да, Арафант есть Ну, пока нет Назгулов Аура действует Сейчас посмотрим, куда призовет орков Звук Второй Назгу построился Нет 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 Я так и знал Ну, не надо Отбивание этих войск Ничего не даст Нужно вот это снести Ну Я, конечно, понимаю Что он не знает Где эта застройка Но он должен подозревать Что медленные Арнордс Не могут со своей базы Так быстро подойти Он должен догадываться Что где-то здесь У Ежа застройка Это просто печалька В данной ситуации Орки Немножечко времени Выиграют Да и все Но они не смогут Нормально Отбить Эти войска Ух ты Тут уже Аронарт Построился Он может Слить Назгула Ну, видимо Он его еще не видит Ну, должен же видеть Он же негр Как бы На фоне этих Белоснежных орков Он же так сильно Выделяется Кажись, заметил Вместе с Нет, не заметил Вместе с Картеном Можно его усилить Вот, все Да, минус Назгул Ну Я не знаю Что можно еще сказать Этот слив Тут больше шансов Нет Я не думаю Что это тот матч В котором люди будут Тупить Полдня И все может поменяться Здесь именно Нет шансов Это конец Звук Звук построил Вышечку Здесь Уходит Вверх Но тут Банально Хоббиты Еще есть Ух ты Тут уже Прям под базой Казарма Строится Все Все плохо Если хоббиты Запалят Это будет Фейл Я понимаю Что делает Звук Его Единственная Надежда Сейчас Стоп Да у него Денег Валом Этого я не заметил А он Походу Подкрысить Хочет Но ему Не удастся Он видимо Решил Там Тролятню Сделать Надежде Подкрысить А я то думал Изначально Я что Не понимаю Почему я не смотрю На экономику Я думал Он идет вверх Чтобы дополнительную Экономику Там сделать Потому что Здесь же Все под ударом Орлы Да Конец крепости Я думаю Пришло время Сдаваться И звук Это тоже Понимает Окей Первый Матч За Ежом Ну что ж Это снова Фордс оф Айзен Вот только Хэллоуинская версия Я так понимаю Что снова Рандомы Да Если хоть один Рандом Значит я буду Считать Что это Рандомы У обоих Игроков Железные Холмы У ежа И Да ладно На Синие горы У звука Ух ты Это должно быть Очень интересно На мой взгляд Горы должны Тащить героями А вот холмы Войсками Посмотрим Посмотрим Как это все Будет выглядеть Так Кое-кто у нас В повозку Сразу выходит А здесь Казарма Ну так-то Будет обидно Если Ну Вообще Звук Не должен Потерять Ничего Против Этой Тактики У него Есть Тоннели В которых Он может Прятать Рабочих У него Опять же Есть Тоннели Из которых Он может Высаживать Копейщиков Ну Разумеется В начале Матча Копейщиков У него Не будет Он Не Ванга И Он Не Может Знать Что Его Противник Выходит В Повозку Тем Не Менее Если Ежик Ничего Не Заберет То Эта Повозка Будет Просто Фейлом Потому Что Он Просядет По Экономике Тут Уже Четвертое Здание Возводится Плюс Казарма А здесь Только Второе Казармы У него Нет То есть На нее Ему Еще Придется Потратить Деньги Строится Один Отряд Окей Это Уже Не Будет Фейл Потому Что По Любому Повозка Задавит Этих Парней То То есть Она Купит Себя Практически Полностью 350 Против Четырех Сотен Окей Окей Не Заметили Друг Друга Я не Вижу Где Где Второй Рабочий Ах Вот Как Ух Ты Звук Скорее Всего Будет Пытаться Слить Троля А вот Это Обида Рабочий Может Появиться Дальше От Здания Чем Должен А Минус Окей Минус Рабочий Повозка Себя Купила В принципе Пробегают Стражи Вторая Повозка Насколько Я понимаю Не Строится Вот Только Звук Играет В Хил И Он Не сможет Но Они Без Бафа Под Крепостью Не снесут Это здание К сожалению А Стоп Я совсем Забыл Это же Гномы У них Радиус Крепости Должен быть Меньше Чем Других То есть Он может Атаковать Не боясь Но Повозка Приехала И теперь Уже Поздно Пить Боржоми Минус Отряд Да Повозка Окупила Себя Слихвой Тем Не Менее Звук Все Еще Может Остаться В этом Матче Ну Вот Он Допускает Сразу Же Ошибку Ему Не Нужно Три Отряда Копейщиков Ему Нужен Всего Лишь Один Максимум Два Окей Если Он На Тролях Хочет Пойти То Можно Два На Всякий Случай Внутри Это Как-то Слишком Им Так Стоп Звук Смотрим Да Ладно Что За Херня Зачем Блин Звук Ты Меня Просто Поражаешь Ну Зачем Спамить Копейщиков Твой Противник Сейчас Это Запалит Можно Смотреть Что В тоннеле Сидит И Просто Проконтрит Ебанными Мечниками Слэш Лучниками Нахера Столько Копейщиков Господи Это Просто Беда Лучники Уже Построились Ну Это Просто Ужас Хотя Б Закрипил Я Даже Не знаю Можно Было Подстроить Здесь Мечников Дейла Попытаться Посносить Экономику Ежу Еж Тоже Почему-то Копейщиков Решил Строить Мне Это Непонятно Ведь Он Видит Что У Его Противника На Базе Нет Осадных Работ Офигеть Он Продолжает Спамить Копья А Вот Теперь Строятся Осадные Почему-то Не чистит Тролля Целая Куча Копей Сидит Здесь В тоннеле Я не думаю Что Еж Станет Дамажить Это здание Потому что Это будет Означать Слив Повозки Так Лучники Чистят Тролля Здесь Ну и Это будет Таверна Для Ежа Еще Это Он Издевается Что Ли Семь Отрядов Копейщиков И Никаких Героев И Ничего Не Делает Абсолютно Ничего Не Делает Так Уезжал Уже Самое Забавное Что Вот Эта Армия Уже Может Слить Эту Армию Если Правильно Ее Юзать Ее Юзать Точнее К тому же Здесь Еще Есть Аура На Повозке Так Захватил Таверну Посмотрим Что он Будет Строить Звук Может Он Афк Или Сдается Сразу Я не Понимаю Экономика У него Больше Не Строится А Нет Не Афк Смотрите Ого Во Как Разрушитель Построил Так Экономику Начал Подстраивать Но блин Меня удручает То что он Не делает Ничего Такое количество Копейщиков Возможно Даже могли бы Зачистить Призрака Утверждать Не буду Не пробовал Но Мне кажется Пиздец Окей Я не могу Больше Это терпеть Ребят А Ладно Ладно Там Там Ёж Нападает Минус Рабочий И Все Нет Ёж Не нападает Он Строит Фонтан Для чего Вылечить Этих Пацанов Что ли Мотаем 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 Так Высадились Ух ты Тут есть Мурин Самое забавное Что эти парни Как раз таки Мурина Могут Отиметь Что происходит Что происходит Что вы Делаете Минус Два Отряда Да Сейчас Минус Все Отряды Будут Походу Звук Просто Отдает Войска Хотя У него И так Нет шансов Это Одни Копейщики Но Блин Огненные Стрелы Появились Ну Все Жопа Так Он Наконец-то Начал Строить Новые Виды Войск Но В первую Очередь Все равно Идут Копья Сейчас Тут Все Над Валина Скинутся И он Быстро Погибнет Его Нужно Отводить Он Не Выживет Все Фокусят Его Минус Два Лин Нет Это Печально Если В предыдущем Матче Были Такие Не Очень Большие Ошибки Мне Не К чему Было Придираться То Вот Это Просто Ужасно О Это Это Непостижимо Но Зачем Строить Одних Копейщиков Для Чего Никто В здравом Уме Не Наедет Повозкой На эти Войска Можно Рассчитывать Что Когда У тебя Большая Армия Разношерстных Войск Там Один Или Два Отряда Копейщиков Можно Надеяться Что На них Наедет Повозка Случайно Чья Но Когда У тебя Одни Копейщики Да Никто Не Пошлет Повозку Туда Он Ее Смотрите Ее Даже Для Ауры Не Юзает Она Там Тусуется Где-то Сбоку Зачем Я Надеялся На Такой Хороший Матч Это Было Бы Так Интересно Кто Б Победил Сильные Герои Или Сильные Войска А В итоге У Нас Просто Геноцид Копейщиков Оно Внезапно Разрушитель Доехал Но Здесь Нет Ничего Не даст По сути Потому Что Ой Извинись Потому Что Тут Армия Неплохая Можно Высадить Один Отряд Каких Небудь Мечников Добить Этот Разрушитель И Да Вот Сейчас Будет Второй Разрушитель Ежа И Крепость Звука Пойдет Так Сюда Посмотрим Ну В принципе У звука Есть Деньги Если Ему Придет В голову Что-то Умное А он Нет Он Просто Кучу Казар Он Он Мог бы Построить Здание Здесь И Начать Рушить Эту Экономику Сделать Размен Ну Все Минус Минус Разрушитель Окей Я Даю Должное Звуку Это Было Хитро И Прикольно Но Это Не Реабилитирует Тебя Чувак После Постройки Кучи Копейщиков И Слива Их Этого Недостаточно Вот Если Бо Ты Здесь Начал Здание Строить И Меняться Базами Это Б Тебя Реабилитировало Но Сейчас Это Просто Слив Обида Вот Снова Снова Копейщики Зачем О Как же У меня Подгорает Зачем Копейщики Блять Мечников Строй Мечников Раболитчиков Пару Отрядов Копейщиков Ладно Но не Вся Ж Блять Армия Из Копейщиков Нахера Копейщики Против Кавальерии Блять Они Против Мечников О Боже Мой Мне Больно Смотреть На Это Избиение Я Нет Нет Все Победа Поздравляю Ежа Он Проходит Дальше В турнире Звук Пиздец Зачем Ты Это Сделал Всем Пока